Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро. Доброе личное утро всем нашим радиослушателям. В эфире личное утро на Радио Болтком. Веду эту программу сегодня я, Ольга Авдевич. И гости студии у нас руководители компании Well Done Production Инга Кадека и Елена Баталова. Доброе утро. Это люди, которые создают праздник. Сейчас мы вам про этот праздник будем рассказывать. Праздник под названием Зимняя сказка открывается сегодня в Риге. То есть с сегодняшнего дня у нас в Риге будет собственная Зимняя сказка. То есть Рождество и Новый год каждый день. Мы можем каждый день приходить и проваливаться в праздничное новогоднее настроение, начиная с сегодняшнего дня. О чем мы говорим, что имеется в виду? Это интерактивная выставка «Зимняя сказка» для всей семьи. Чтобы вы понимали, что это за выставка. Это выставка в широком плане. Это не картины, это не фотографии, которые мы повесили на стенку. Вот это выставка. И я попрошу сейчас гостей рассказать о ваших ярких проектах последних двух лет. И вы поймете, о чем идет речь. О интерактивных, развлекательных, образовательных проектах. Вот буквально до понедельника в Риге-Плазе работала удивительная выставка. На самом деле это не выставка, это и приключения, и аттракцион, и тренажер, и как вообще хотите, и кинозал, который называлась «Тайны морских глубин». Вот она работала до понедельника. Наверняка многие радиослушатели были там сами или с детьми. И перед этим масштабный ваш проект был в Риге-Плазе, который посетило, не знаю, несколько десятков тысяч человек. Нет, перед этим был в Элкор-Плазе. Элкор-Плазе. Поэтому обязательно наши радиослушатели слышали и знают про эту компанию, просто, может быть, не знали, что вот это делают вот эти две прекрасные женщины. Итак, «Зимняя сказка». Ой. Вообще, да, может быть, Леечка, ты, наверное, начни, я буду дополнять. Да, я просто, вот по мере того, как я слушала Ольгу, мне хотелось всё время что-то добавить и что-то прокомментировать, потому что каждый проект, о котором скользь упоминала Ольга, он так нами пережит от начала и до конца. Мы внутри, я и пахарь, я и плотник. В общем, мы во всех проектах очень-очень глубоко участвовали. Мы сами их придумывали, сами создавали, сами строили, в общем, всё на свете делали. Коротко, наверное, я сначала расскажу, как вообще всё это дело начиналось, потому что действительно нам казалось в своё время, что у нас уже успел побывать весь город, и мы с удивлением узнаём сейчас, что многие никогда не слышали о том, что вот что-то такое происходило. Вот. Но мы надеемся, что на зимнюю сказку действительно весь город придёт, потому что она того стоит. Ну, скажем так, что, в принципе, это очень, ну, впервые вот в Латвии такого вот формата развлекательные для детей проекты вы начали делать? Ну, да, я думаю, что ничего аналогичного в Латвии нету. Причём на тот момент, когда мы вот первый раз открылись, мы открылись со своим продуктом вот ровно два года назад, в 2017 году. У нас была очень большая площадь, у нас назывался проект Future Life, по имени которого мы стали называть все наши вот такого семейного плана проекта. Мы решили назвать этот вид развлечения Future Life Family Fun. То есть идея такая, что это с использованием современных технологий и даже чуть-чуть будущих технологий. Технологий будущего. Да, поэтому оно Future Life. И Life как Live, как вживую, как живьём, как эфир. Как сейчас. Как сейчас, да. А Family Fun, потому что это фан для всей семьи. То есть это то, где вся семья может получить какого-то рода развлечения, удовольствие, обучиться через развлечения и так далее. Так вот, наш первый проект был в 2017 году в Элкор Плазе. И очень многие люди, не только местные, не только рижане, не только люди из всей Латвии, но и многие люди, которые попадали в Латвию как туристы, они говорили, вау, ничего такого никогда не видели. Кстати, по отношению вот к этим IT-технологиям, которые используются в развлекательной сфере, появился даже такой термин – вау-эффект. Вот вы сказали абсолютно в описании в прессе – вау-эффект. То есть люди, которые… Я когда попала на выставку «Тайны морских глубин», у меня был вот этот вау-эффект. Я даже не представляла, что здесь у нас в Латвии есть какие-то такие виртуальные интерактивные технологии, которые дают такой эффект. При этом «Тайны морских глубин» – это был наш самый неинтерактивный и самый образовательный проект. То есть у нас, ну, по большому счёту, мы стараемся, чтобы во всех проектах была и развлекательная, и какая-то образовательная часть. Но вот если какой-то удельный вес развлечения образования смотреть, то «Тайны морских глубин» – это был самым большим удельным образовательным весом и самым маленьким развлекательным. То есть мы так много хотели рассказать, что у нас на образовательную часть не осталась… У нас маленькая, довольно маленькая площадь, хотя некоторые наши коллеги… А маленькая – это сколько, скажите, пожалуйста? Вот, это 300 квадратных метров, хотя многие наши коллеги говорят… Это павильон. Да, что нам после тысячи кажется, что это мало, а на самом деле… Что это очень даже нормально. Да, некоторые на 100, на 150 умудряются что-то делать, вот, и мы в этой «Тайне морских глубин» мы действительно очень много хотели рассказать людям, так что слегка вот на развлекательную часть оставили мало места. Но сейчас вы решили наверстать зимней сказкой. Совершенно верно. Ну вот расскажите, вот просто радио – это не телевидение, мы не можем показать картинку, да, прокрутить видео. Ну вот мы приходим в комплекс «Элкор Плаза», поднимаемся на второй этаж и… В «Рига Плаза». Ой, «Рига Плаза», да, потому что «Элкор», конечно, это был потрясающий проект, поэтому он так… «Рига Плаза», поднимаемся на второй этаж и попадаем в сказку. Вот как? Вы знаете, вообще, говоря про наши проекты, в целом мы всегда стараемся, чтобы человек, попадая к нам, он действительно окунался в совершенно другой мир. То есть наши помещения, даже это можно действительно, они настолько перевоплощаются, преображаются, потому что мы это добиваемся декором, мы добиваемся изменением цвета стен, звуковым сопровождением, сопровождением запаха, чтобы человек, заходя к нам, действительно мог очутиться совершенно в другом мире. То есть говоря сейчас про зимнюю сказку, могу точно сказать, что у нас сразу появляется рождественское ощущение, это вот именно когда звон фонариков, когда запах ёлок, когда… Мандарины, корицы, мандарины, как же без этого? И самое главное, что вообще все наши проекты, мы преследуем одну цель, откроем вам страшную тайну, чтобы семья была вместе. Наша задача, и мы видим эту свою миссию, так скажем, чтобы дети узнавали своих родителей у нас, потому что в связи с тем, что… Или родители своих детей и скажут… Очень мало вместе проводят, к сожалению. А я хотела, да, именно обратить внимание на то, что зачастую дети не знают своих родителей, потому что родители настолько заняты, настолько круговорот жизненного цикла, он настолько сейчас имеет какую-то фантастическую скорость, что родители мало того, что работают, эти бесконечные кружки, эти бесконечные школы, уроки и так далее. Как говорит моя подруга, жить в состоянии максимальной эффективности все время. Абсолютно. И мне кажется, что вообще дети не видели своих родителей без стресса какого-то постоянного. То там уроки надо догадывать, ну, что мне тут рассказывать, да. Плюс еще, конечно, очень характерная черта нашего времени, когда родители замутанные, да, и у них уже не хватает времени, и они дают гаджет вот тебе. Именно. И сидит ребенок в своем телефоне. Хорошо, если у ребенка еще хватает времени на гаджет, я вот на наших детей смотрю, у них вообще никакого времени на гаджеты особенно даже не остается. То есть, либо заняты действительно, либо родители отгораживаются просто. Вот когда наши дети были маленькие, потому что у нас уже довольно большие дети, к сожалению, мы, конечно, в наше время мультфильмы сажали смотреть. Включил телек, ребенок залипает на мультиках, что называется, а ты можешь чего-то там поделать для себя. Теперь, конечно, просто дал в руки телефон, планшет или что-то еще, и дети залипают. Вот, собственно говоря, мы с этим, не то чтобы мы пытались бороться, бороться это что-то делать насильственно, а мы пытаемся переключить внимание, мы пытаемся создать такой формат развлечения, чтобы как будто бы это был гаджет, но такой, чтобы могли играть все вместе. То есть, если собрать семью, приехать к вам в эту зимнюю сказку, провести там какое-то время всей семьей, как будто съездил в какой-то маленький круиз или маленькое путешествие или на выкенд. Именно. И мы специально обычно продумываем так, чтобы были какие-то более активные активности, потому что это не сидя ты это делаешь, да, то есть ты прыгаешь, танцуешь, бегаешь, то есть ты получаешь очки, ты там борешься с инопланетянами, защищаешь подарки и так далее, то есть это все очень активно. И то есть ты тогда со своими родителями в одной команде, да? Именно. Просто если ты это делаешь с родителями, ты достигаешь результата быстрее. Ты, конечно, можешь это все делать один, но если, например, вот с теми, там борьба с пришельцами, то если вся семья будет бросать мячики и отбиваться, то есть там очки быстрее зарабатываются. То есть, в принципе, цель такая, чтобы это была маленькая группа людей, то есть семья – это самое главное для нас святое, то есть или семья, или группа друзей, или школьные друзья, или день рождения, то есть это друзья какие-то, не только одноклассники. Но тем не менее, что это должно быть вместе, это не один на один. То есть в чем отличается развлечение дома? Что в основном ребенок, например, сидит и играет один, то есть он один на один с экраном, с гаджетом и так далее. То есть нет, ну обычно, ну ладно, если ты там играешь по сети, но обычно ребенок играет, именно вот он сидит один, бедненький, несчастненький, это нам так кажется. А вот давайте чуть-чуть представим визуальную картинку, значит, как это будет выглядеть. То есть это целый, если мы говорим про экран, то есть это комната-экран, то есть вся комната за счет виртуальных каких-то красивых, меняющихся поверхностей, цветов, эффектов, чуть ли не какое-то там 3D-погружение, то есть вот в чем заключается сказка. То есть ты попадаешь, как будто Алиса в стране чудес, раз в норку нырнул, и у тебя абсолютно другая вот история. Какая техника вот задействована с точки зрения вот IT-технологии у вас там? Ну, конечно, это вопрос софта, то есть это на огромных экранах ты видишь яркую картинку, тематическую картинку, то есть это не как там диафильм или мультфильм, чем интересно это… Хорошее слово «диафильм». Да, но… Интересно, из каких-то глубинных знаний всплыло. Нет, просто я имею в виду, что это самое, наверное, простое вообще понять, когда, ну, как-то картинки меняются, следующее, следующее, следующее. Ну, типа кадр, да, когда меняется. В нашем случае мы являемся участниками этого действия, которое вы видите на экране. То есть экран – это огромная стена, то есть, соответственно, как раз вот то, о чём мы говорили раньше, что вся семья может встать рядом и быть участниками этой же картинки, да, этой же истории. То есть, и что вот, как я говорила про очки, что свой результат можно улучшить. То есть ты можешь поиграть один раз, второй, двадцать пятый, да, то есть, ну, в мыле потом понять… И стать чемпионом, потом в конечном итоге довести. То есть, во-первых, я хотела что ещё сказать, что самое главное, что нам самим очень нравятся эти продукты. То есть я поняла, что в нас ещё есть дети, и я имею в виду в нас самих, вот наше состояние души. То, что мне кажется, что, знаете, как вот говорят, вот на какой ты возраст себя ощущаешь? Самое главное – любить дело, то, что ты чем-то занимаешься, и что вот ты делаешь, и чтобы тебе было красиво, чтобы тебе было вкусно. Вот как мы говорили про запахи, да, говорили про запахи, чтобы тебе это было красиво, потому что чем отличаются наши проекты? Тем, что мы их создаём сами, то есть мы их не берём нигде, то есть мы их собираем, мы их обдумываем, как мы их оформим, мы их адаптируем, мы их переводим на латышский, мы их всегда продумываем насчёт русских детей. То есть у нас все наши проекты на двух языках, как минимум, потому что у нас были вот более образовательные продукты, вот типа как живые системы, там у нас были даже экскурсии на английском. То есть мы очень об этом думаем, потому что мы понимаем, что дети – это такие люди, о которых надо очень продумывать, как ты подаёшь материал, потому что от того, что ты, например… То, что все знают сейчас латышский, ну практически, да, то есть даже если мы будем, например, выступать в виде образовательной организации и будем там заставлять на латышском развлекаться только, то есть мне кажется, что это как раз очень здорово, это должна быть найдена вот именно эта грань, да, что это очень важно, действительно, да, чтобы ребёнок понимал, что он делает, и чтобы всё-таки это происходило на его языке, то есть поэтому мы и очень, говорю, трепетно относимся. Очень интересно, когда мы адаптируем, например, чтобы, например, когда вот делаем перевод или на латышский, или на русский, чтобы язык был лёгкий, потому что иногда ты даже слова подобрать не можешь, потому что вот, например, мы вот говорим «выставка, выставка». Очень интересный сейчас вообще этот формат наших проектов, он даже подвы… он какой-то очень усреднённый вариант, то есть это даже вот не назвать выставкой. Ну да, официально вы называли выставкой, но это не выставка. Это не выставка, вы понимаете? А мы не могли придумать формат. Мы не могли найти, нету слов, понимаете, вот не хватает в языке, потому что наш проект, он что-то среднее между выставкой, между игровой, игровой площадкой, только, понимаете, вот если назвать игровая площадка, это сразу ассоциация во дворе, да, то есть стоит горка, именно песочница. Или во дворе, или вот что-то такое, сухой бассейн, какая-то лазалка такая. Да, то есть в нашем случае мы поняли, что, наверное, этот формат вот сейчас лучше всего его можно характеризовать как развлекательная выставка, выставка приключений, потому что из-за того, что нет слов, и причём это не только в русском или в латышском языке, их просто нет. То есть английский то же самое, такая же проблема. Да, все наши коллеги во всём мире нервничают по поводу того, что невозможно в текстовом режиме донести суть продукта. То есть кино, мы понимаем, что такое кино, игровая площадка, или даже тот же Диснейленд, мы понимаем, что это, ну, условно, большой лунопарк, да, и теперь Диснейленд – это уже само по себе, ну, такое понятное значение. А вот что у нас такое, действительно довольно сложно. Самое главное, что это новейшие IT-технологии. Это однозначно, да. Непонятно, как это вообще всё работает и как это мы воспринимаем. Плюс с элементами вот этой виртуальной реальности, когда ты погружаешься абсолютно в другой мир, и опять же не понимаешь, как это устроено. Плюс это действительно аттракционы, как игровая площадка. Это тебе дети и ловят, и кидают, и прыгают, и качели, и батуты. Совершенно верно. Ну, батутов нет, слава богу. Не, ну… Зато прыжки тоже есть. Да, прыжки есть. Да, но в подобных парках, да. Ну, вот ещё я хотела сказать, что мы вот заметили за время, когда мы вот все наши проекты реализовывали, что обязательно всё-таки должно быть пространство для какого-то спокойного творческого времени для ребёнка. Потому что дети бывают разные, и вот нам кажется, что вот этот аттракцион, ну, он просто вот бомба, вот просто супер, он всем будет нравиться. И действительно есть какое-то количество детей, которые вот влюблены в этот аттракцион, а есть дети, которые его вообще игнорируют, и идут, и могут там часами, в прямом смысле слова, часами, потому что у нас были дети, которые по 10 часов у нас проводили. Буквально 10 часов. Всё время, пока мы открыты, они вот с утра приходили, и всё время у нас находились. Которые предпочитают какой-то совершенно другой вид развлечения. И темп. Да, и темп. И мы поняли, что обязательно должны быть какие-то развлечения формата. Это просто из кубиков что-то строить, просто что-то рисовать, просто играть в песке. Ну, песочница. То есть у нас, конечно, она тоже интерактивная, песочница. Но песочница. Но тем не менее это песочница, это спокойный формат. Это не соревнования, это не динамичный такой отдых. Сейчас подошло время нам прерваться на новости и рекламу. Оставайтесь с нами, потому что после перерыва мы снова продолжим вам рассказывать про новейшие технологии в детском развлечении и образовании и про проект «Зимняя сказка», который сегодня открывается в центре Плаза. Доброе личное утро и гости студии у нас сегодня руководители компании «Белл Дан Продакшн» Инга Кадыка и Елена Баталова, которые открыли сегодня в Риге проект «Зимняя сказка». Мы продолжаем рассказывать про «Зимнюю сказку». Это виртуальное, с техническими наворотами, очень доброе, с бесконечным вложением личного тепла и души создано пространство для детей, родителей и для семьи, которое, как мы выяснили, у нас не хватает слов, чтобы объяснить, что это такое. Теперь говорят «иммерсивное пространство», от английского «immers», «погружаться». То есть ты как будто бы не просто в комнату заходишь, а как будто бы ты погружаешься в другой мир. То есть он тебя окутывает со всех сторон. Сверху, снизу, сбоку и так далее. То есть ты как бы… А вот чисто технически, что там, вот какая техника в подобных проектах задействуется? Экраны, компьютеры, какие-то кабели, проекторы? Вот за счет… Как это технически? Потому что когда ты туда попадаешь, просто обычный посетитель, у него в голове не укладывается, как это все можно сделать? Вообще это очень интересная тема, потому что когда мы делали первый проект, для нас вообще это было какое-то чудо вообще. Вот как вот вы говорите, кабели и так далее. Я вообще, если честно, вот мой муж, он программист, и для меня вообще до сих пор вообще удивление вызывает, как работает интернет. То есть я как бы… То есть я тот человек, который, ну, очень далека от техники, но теперь, благодаря вот этим всем проектам, которые мы делаем, мы уже знаем, что такое маппинг, мы уже знаем, как включать, как соединять картинку, как выводить, какие кабели это дело обеспечивают. Про кабели вообще очень важно. То есть мы знаем, какой кабель лучше передает видеосигнал, и что 30-метровый DVD-кабель, например, не надо покупать, потому что бывают сбои. То есть, в принципе, это такой комплекс. На самом деле это настолько много моментов, которые вместе соединяясь и при правильной подаче получают именно тот эффект, о котором мы говорим, вот именно погружение, потому что если взять просто проектор, просто компьютер, вывести там в коридоре где-то изображение, то есть вроде бы у тебя, может быть, ты даже вот, может быть, и технологию сможешь соблюсти, и вроде бы ты тоже самое можешь делать. Но это понятно, что очень важна сама обстановка, где это происходит, как это делать, подача и так далее. То есть всё, что вы спросили, это, в принципе, техническое оснащение выставки, оно не такое вроде бы... Навороченное, скажем так. Навороченное, расчудесное. То есть ты ни разу не видел. Все мы видели. Всегда, когда ты знаешь механику, всегда, когда ты знаешь, как что-то устроено, кажется, что это ничего особенного. Но вот Инга сейчас правильно вспомнила, когда мы первую выставку открывали, нам реально казалось, как это вообще работает. То есть вдруг всё здесь... Нам казалось, что это какое-то волшебное всё. А кабели, вот просто почему мы заулыбались обе, потому что мы в буквальном смысле на первую выставку кабели покупали в километрах. Вот просто в километрах. И у нас кабели составляли... Вот у нас был такой пучок, как вот, я не знаю, волос у Рапунцель. То есть вот такой вот была такая смесь разных кабелей, там множество вариантов, и они такими толстыми сосисками просто были проложены везде, вот в каких-нибудь как фантастических фильмах. Мы, к сожалению, оставили очень много кабелей, потому что их демонтировать, ну, не представлялось возможным. Теперь мы уже очень хитрые, мы знаем много лайфхаков. Знаем, потом их снять, крутить. Как всё сделать проще. Но вот это ощущение волшебства, оно, конечно, для нас, как для организаторов, оно, может быть, чуть притупилось, потому что мы понимаем, как это устроено. И много что видели. Но оно всё равно остаётся. Вот всё равно, когда ты что-то там настраиваешь, красишь, переставляешь, вот у тебя какой-то такой процесс рабочий совершенно, да, и ты как бы понимаешь, что должно получиться в итоге, потому что, как Инга сказала, помимо, собственно, технологий, помимо картинок, помимо механик, которые используются игровых, очень важно создание настроения. И мы вот очень большое значение этому придаём, потому что с нами всегда работают декораторы, с нами всегда работают художники, с нами всегда работают дизайнеры. У нас просто вот в этот раз какая-то просто команда организовалась, образовалась. Причём фанатов своего дела вы бы видели, Оля. Но вы знаете, когда так много людей вкладывают так много души и личного интереса, это значит, что там у вас уже это пространство действительно заряжено. Если мы говорим о зимней сказке, какая вот, например, Инга у вас любимая зимняя сказка, рождественская, новогодняя или фильм? Вы знаете, наверное… Где настроение черпается? Мы сейчас добежали, потому что по-другому это даже не назвать. Знаете, у нас получается любое состояние, мне кажется, человек может охарактеризовать, на какой стадии марафона он вот есть. То есть мы уже, я так понимаю, что мы уже какие-то… Если мы говорим о разрезе года хотя бы, да, то есть мы сейчас вот такие, ну такие так подуставшие, так скажем. Моя тогда абсолютный фаворит. У нас есть такая зона, которую вот как раз упоминала Лея, это мои любимые кубики. Да, мои любимые кубики. И самое интересное, что это такая очень статичная такая зона, которую у нас… Мы её стараемся в каждой выставке её организовать, потому что очень много из деток, которые любят из очень большого количества кубиков деревянных, простых деревянных кубиков строить огромные здания. То есть у нас, по-моему, рекордсмен на прошлой выставке у нас было 2,40. 2,40 высотой было построено здание, целый класс построил. То есть и вот у нас теперь тоже такая зона есть, но мы её организовали совершенно по-рождественскому. у нас есть потрясающая зона с камином и камин работающий. Он, конечно, не настоящими дровами, но это электрический камин, но абсолютное ощущение… Эффект, что ты попадаешь в землю. Эффект у тебя, да, то есть у нас диванчики, где родители тоже смогут дух перевести. Елена, а у вас любимый сектор зимней сказки? Ну, трудный вопрос, на самом деле. Какой у меня любимый сектор зимней сказки? Фотозона сейчас, мне кажется, тоже один из таких. Да, я хотела сказать. То есть вот мы сейчас с Ингой, как ни странно, выбираем те зоны, которые совершенно лишены вот этого технического волшебства, да? Потому что уставшие игры. Я думаю, да, я думаю, это связано с тем, что мы просто физически, мы уже, в общем, такие старые кошелки. Вам уже тихонько в кубики поиграть. Совершенно верно, потому что мы действительно, мы вчера очень поздно ушли с работы, и вот этот последний день перед открытием, когда вот эти последние штрихи, да, то есть у тебя вроде бы вот генерально уже все сделано, а потом у тебя остаются последние штрихи, но этих последних штрихов так много, что, в общем, ты каких-нибудь 16 часов подряд только последними штрихами и занимаешься, при этом ты успеваешь поделать все, и зеркало помыть, и пол попылесосить, и там постирать чего-нибудь на стенах, какие-нибудь остатки каких-то, и костюмы поразвешивать. Ну, в общем, ты как бы делаешь так много всего, что ты просто физически очень измотан, а поскольку у нас все вот эти зоны, которые, которые, IT-зоны, да, которые погружные, такие мультимедийные, они все активные, они интерактивные, ну, то есть и активные тоже, там, где надо попрыгать, побегать, помахать руками и ногами или потанцевать, то мы сейчас с Ингой обе себе представляем гензу, где можно какую-то попу усадить и с удовольствием, расслабленно, просто посидеть и понаслаждаться атмосферой, потому что у нас просто потрясающая фотозона, вот художник вместе с декоратором ее сделали, мы вам обязательно покажем с удовольствием картинку, к сожалению, слушатели ее не увидят, но мы хотим с вами поделимся, потому что там реально полное ощущение, что ты попадаешь в зимний лес. А снег есть? А вот вы увидите на картинке, и вы поймете, что там не просто даже ощущение, что там снег, а как будто бы за тобой прям пространство, вот большое пространство, ну классно получилось, получилось очень таинственно, вот именно таинственно получилось, и это очень здорово, потому что просто видно было, как девочки над этим работают, и нам как людям, в общем, довольно далеким от искусства, мы юзеры, конечно, но сами мы ничего. Не, можем красить, когда покажут, где красить или обвести. Инга хотя бы еще аккуратно может красить, а мое, так сказать, мои таланты в изобразительном искусстве и притчево-языцах уже просто. А раз у нас личное утро, личный вопрос. Может быть, из детства какое-то новогоднее ощущение? С чем связано? С какими сказками или фильмами? Ой, вот говоришь Рождество, Новый год, кто-то представляет сразу вот Снежную королеву в замок, да? Вы знаете, так как я рождественская девочка, то есть у меня день рождения 26 декабря. Ну понятно, почему вы придумали зимнюю сказку. Да, и у меня, конечно, ассоциация даже не с фильмами, а вот с тем ощущением, когда приезжали мои бабушки, дедушки, у нас большой праздник был именно вот в эти зимние дни. То есть это был не просто мой день рождения, а он был день рождения переходящий. У моего дедушки было, у меня 26 декабря, у моего дедушки было 27 декабря день рождения, потом у меня именина 28 декабря, то есть потом Новый год, и потом, когда у моего папы было день рождения 12 января, уже вообще все измучены, еле доживали вообще. То есть у меня вообще такое ощущение праздника, это И, конечно, зимние, мне кажется, зимние праздники – это, конечно же, те праздники, которые ассоциация, что вся семья вместе проводит время в полном релаксе и, не знаю, какие-то итоги года подводят и так далее. То есть когда ты видишь, например, фотографии каждого года, как дети твои растут, к сожалению, как старики твои стареют, но всё равно это ощущение, что эта семья есть, что семья – сила, вот это самое главное. То есть, как я ещё раз повторю, что наши проекты – это вот именно на сплочение семьи, потому что… Да, девушки неустанно, они просто настаивают на том, что должна к ним прийти именно вся семья, они все вместе должны пережить вместе приключения, они должны пережить этот опыт, потом они должны взахлёб делиться всем этим, что это именно такое место синергии, которое будет объединять. Ну вот я ещё хотела очень коротко прокомментировать по поводу любимых фильмов и так далее. Вот каждый год мы, подготавливаясь к Новому году, вот ко всем этим каникулам, мы всегда ищем, что мы будем смотреть всей семьёй. Либо в новогоднюю ночь, или позже, когда каникулы, какие-то длинные выходные, развалимся, все вместе будем смотреть. И надо сказать, значит, довольно трудно, то есть довольно трудно найти что-то, что мы с удовольствием все посмотрим. То есть мы, естественно, понятно, что это Щелкунчик, понятно, что это Снежная королева, какие-то там… Один дом, но я между нами очень не люблю этот фильм, я всякие такие вообще злые шутки плохо переношёл. Старинные «12 месяцев и морозка». «12 месяцев и морозка». Это, конечно, детство такое. И надо сказать, что мои дети, у меня, получается, сейчас старшей дочке 22 года, почти 23, младшей 12, но они все перебер… Да, у Лечки 4 дочки. Ну, прошли этот период увлечения и Снежной королевы, и Морозка, и «12 месяцев» и так далее. Но вот сейчас мы ищем что-то, и мы понимаем, что вот вроде как вводишь в интернет там рождественские фильмы, или там фильмы для новогоднего настроения, или для семейного просмотра, но ничего классного нету. Всё, что классное есть, мы уже смотрели. И вот в каком-то смысле мы пытаемся восполнить этот пробел, и мы, пусть не в киноформате, мы ещё не доросли до киноформата, но тем не менее мы в реальности пытаемся воссоздать и закрыть этот пробел, чтобы вот, знаете, бывает иногда, идёшь, например, домой, и если тебя ждёт, я просто помню по детству ощущение, что ты знаешь, что там у тебя ёлка, и как-то так на душе тепло, а ты ещё домой не пришёл, вот из школы, например, идёшь, знаешь, что там ёлка. Или, например, когда интересная книжка или фильм незаконченный, который ты будешь продолжать смотреть, как-то так такое ощущение радостного предвкушения. И вот мы очень хотели, чтобы после того, как люди к нам попадут на эту нашу выставку, в эту нашу сказку, они потом, когда уходя, у них было это послевкусие, и чтобы вот какая-то нотка настроения, которую ты в себе сам можешь поймать, ты думал, почему мне так хорошо на душе? А-а-а, я был в зимней сказке. И вот это вот какая-то вот такая ниточка, которая бередит душу и радует, и настраивает на такое волшебство зимнее, чтобы она вот была затронута в душе у каждого человека. И всё-таки, когда мы говорим о вот этом новом формате такого образовательно-развлекательного досуга для детей, всё равно там какие-то прямо космические технологии используются. На прошлой выставке у вас был даже космический сектор, где был показан процесс рождения звёзд. Вот расскажите, как вот это было устроено? Ой, это было интересно устроено, потому что там действительно, когда мы, вот то, что вот я рассказывала о том, что мы очень многие вещи не знали, как вообще это, как для нас действительно это работает всё, как чудо. На тот момент мы просто не понимали, мы понимали, сколько стоит тот компьютер, который требуется для этого аттракциона. И мы понимали, что он реально стоил в два раза дороже, чем все остальные. Чем мы могли себе представить. Да, то есть, ну так как у нас было на той выставке, на первой, вот о которой мы говорили в Future Life, на той выставке у нас участвовало 30 проекторов и 16 компьютеров, то у нас было три компьютера, которые, говорю, дороже были в два раза, чем все остальные. Мы думали, ну что же это такое делается, да, почему это вот именно так? А потом, когда мы начали водить уже экскурсии по нашему пространству, и приходили папы, которые в этом бизнесе работали и понимали намного больше, чем мы на тот момент, это сейчас мы уже можем как эксперты в каких-то моментах быть. И они говорят, а как вы вообще склеили картинку? У вас работают четыре проектора. Вот как вот не видно разницы? И у нас была потом создана целая экскурсия для пап, и тематика была, как это работает. А вы знаете, у нас для вас сюрприз, задание, миссия и подарок. Она выполнима будет, хоть эта миссия? Ну, мне кажется, для вас невыполнимого нет. Я только, например, такой штрих сообщу о девушках, которые пришли в эту студию. Вот Инга является тем человеком, который, например, в свое время заполучил Мадонну и были организованы гастроли Мадонны в Балтии, да? То есть это было дело? Было дело, да. Но если бы вам за пять лет до этого кто-то сказал, надо привезти Мадонну в Балтию, вы бы сказали, что а миссия выполнима? Я думаю, Инга... А потом взяли и выполнили. Вы справились даже всегда. Ну, то есть это одна из моих любимых историй про гастроли Мадонны, которые теоретически неизвестны только. Вот у нас во вторник был в гостях здесь, в этой студии, российский космонавт Александр Александр. Он очень тепло и нежно относится к Риге. Он написал книгу о Фриде Хитсандере. И все космонавты, они по-хорошему повернуты на образовательных программах для детей и молодежи. И они считают, что это их миссия, что они должны обязательно вот этот опыт и знания о космосе, о Вселенной передавать молодежи. И он подарил нам вот этот буклет, сертификат, что хотите. И сказал, вы знаете, попробуйте. Ну, наверняка есть какие-то энтузиасты, заинтересованные люди, которые, может быть, смогут сделать это. И чтобы на территории Балтии, возможно, появился вот такой космический образовательный проект. У него есть друг, астронавт Европейского агентства, который называется Андрей Кёйперс. Он из Нидерландов. Очень активный общественный деятель. И он придумал и создал вот такой вот образовательный тренажер, ракету для детей. Космонавт Александр Александров сказал, пожалуйста, пробуйте. Может быть, это Европейское космическое агентство. Может быть, это могут быть европейские деньги. Может быть, это что-то еще. Это мой друг, привлекайте меня. Здесь есть все контакты, пишите напрямую. Это, говорит, потрясающая вещь, которую надо делать. И они, миссия их, это они, чтобы дети были, как это, посланниками планеты Земля. Чтобы дети пережили этот опыт в ракете, в невесомости. Посмотрели со стороны и почувствовали себя послами, представителями планеты Земля. Мы вам передаем. Этот астронавт, он в январе стал вообще известен на весь мир, потому что он с орбиты хотел связаться с штаб-квартирой НАСА в Хьюстоне. Пропустил один нолик, набрал 9, выход на международную линию и 1-1 и попал в службу спасения. И американская служба спасения приехала в Хьюстон, туда, где расположена вот эта вот аппаратура, которая связывается, проверила все. И потом прислала ему туда на орбиту мейл, попросила объясниться, что это за вызов был. А он просто ноль. В общем, очень... Ой, спасибо большое. Вот. И мы хотим вам пожелать, чтобы миссия была выполнима. И еще раз в конце, значит, мы напоминаем нашим радиослушателям, что зимняя сказка. Еще раз объясните, где, как, когда туда попадать. Мы покупаем билет, мы можем оставить там детей на какое время. Итак, мы вас всех ждем в Рига-Плазе. Берите с собой бабушек, дедушек, даже бывают очень активные ребята, бабушки, дедушки, конечно же, родители. Провести время вместе и получить наслаждение от общения вместе. Итак, это в Рига-Плазе на втором этаже со стороны кинотеатра. Там у нас очень красивая дверь, и сразу видно, что это зимняя сказка, и вход именно там. Мы предлагаем очень интересно провести не только время с родителями, но можно провести время и классом, и сделать елочку. И мы тоже будем проводить елочки детям, потому что тоже у нас совершенно другой формат елочек. Также день рождения, если у кого-то попадает на зимние праздники. Так что у нас довольно много, что есть предложить. Коротко дополню. Подростки, дорогие подростки. Во-первых, я хочу сказать, что у нас очень много подростков работает. У нас вообще работают только подростки. То есть это такая молодежная тусовка для своих. Да, да, да. Но что их держит, что их сплачивает, что их каждый раз возвращает в наши проекты, это возможность потанцевать. У нас есть два крутейших джаз-дэнса, где ребята наши, вот кажется, что они должны быть просто бесил после рабочего дня, но возможность хорошо потанцевать никогда не упускается ими. Поэтому мы приглашаем подростков. Мы хотим их заманить танцами, но они получат удовольствие и от всего остального тоже. В первую очередь от фантастической атмосферы. Ну и, конечно, очень важная миссия, мы должны спасти новогодние подарки, которые у нас хотят украсть космические пришельцы. Поэтому мы приглашаем всех в эти замечательные приключения. Что еще мы хотим добавить такого новогоднего настроения радиослушателям, пожелать? Пришельцы, на самом деле, они тоже добрые. Вы знаете, праздник самый трудный. Они хорошие все-таки. Мы как бы действительно с Инги сознательно стараемся во всех наших продуктах избегать воинственных каких-то тем, да. И вот самое страшное у нас пришельцы, которые пытаются украсть игрушки, но вот говорят, что праздники – это, к сожалению, для одиноких людей самое грустное время, да. Поэтому пришельцы, я думаю, они хотят украсть игрушки, просто чтобы им было чуть повеселее. И если вдруг так оказалось, что у вас нету компании, в которой вы можете ощутить вкус Рождества, мы всех приветствуем. У нас действительно потрясающий коллектив работников. У нас очень классные ребята. Вообще хочу сказать, что наши дети, в широком смысле наши дети, подростки, они очень талантливые. Они все говорят на трех языках у нас. Они приветливые, общительные, интересные. И, в общем, плюс к атмосфере, которую создали мы с помощью нашей команды в нашей зимней сказке, любой человек получит огромное удовольствие. И реально такой праздничный заряд на долгие, пока бесснежные, к сожалению, месяцы. Ну, всех с наступающим Рождеством и Новым Годом. И сегодня оно уже открылось. В Ригоплазе. Да, в Ригоплазе. Зимняя сказка. Приходите обязательно всей семьей. И порадуйте действительно и бабушек, и дедушек своих. Всего доброго. И напоминаем, что в программе «Личное утро» были руководители компании «Велдан Продакшн» Инга Кадыка и Елена Баталова. Авторы замечательного, светлого, доброго, фантастического проекта «Зимняя сказка». Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.